И снова здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сёстры. В данном видео мы с вами совершим небольшой анализ недавних действий вашего слуги и ответные действия со стороны армян, а также обратим внимание на слова, точнее сказать, на название ролика одной из армянских блогерш. Очень интересное название, которое может вызвать разве что смех. Но давайте обо всем поэтапно. И начнем с первого ролика, который был записан на днях вашим слугой. Он набирает громадное количество просмотров, как в ютюбе, так и в тиктоке и в других соцсетях. Когда ваш слуга задал армянам обычный вопрос? О трех, чисто по мнению армян, армянских именах. Это Арсен, Армен и Артур. Армяне тут же начали переначивать мои слова, говоря о том, что что же царь Артур является турком? Разве я где-нибудь говорил, что царь Артур турок? Корни этого имени турецкие. Но это не значит, что человек, который является носителем этого имени, турок. Это не обязательно. Есть имя Анна, вроде бы славянское имя, но она явно имеет тюркские корни и переводится как мать. Можно перечислить множество других имен, в частности даже у азербайджанского народа. Иса, Иисус, Мария, Марьям и так далее. Тем более Марьям есть и не только у азербайджанцев, а у многих мусульманских народов, так же как и Иса. Так что же, мы уже стали иудеями? Те, кто носят эти имена, нет же? Смешно, но дело не только в этом. Второй момент, что эти имена, как написали армяне в многочисленных своих комментариях, имеют перевод из других языков. Но ведь никто не будет отрицать, что Арсен и Армен явно имеют корни именно с нашего региона. С региона, касающегося части территории Турции и Южного Кавказа. Это отсюда эти имена когда-то пошли. Так же, как и большинство терминов и названий гор, регионов на этой территории, тоже содержат тот же самый артикль Ар. Армяне, разве вы должны этому удивляться? В самом вашем названии находится этот самый артикль Ар. Арарат, государство Арана, так называемый Арцар. Список данных топонимов и названий можно было бы перечислять достаточно долго. Я не буду сейчас задерживаться на этом. И все они говорят именно о мужественности. Тем более, регион был крайне сложный. Кто только сюда не приходил. Сколько только не было войн. И действительно, для того, чтобы проживать на этих территориях, необходимо было иметь мужественность. Действительно, мужественность. И на всем нашем регионе. Персы, византийцы, кемерийцы, римская империя. Перечислять можно до бесконечности. Поэтому да. Армян. Артур. Арсен. Армен. И так далее. Надеюсь, я ответил тем, кто старался поставить все то, что я задал армянам под вопрос. Я уж промолчу про их оскорбительные комментарии. Где они не старались опровергнуть то, что я... То обращение, которое я озвучил. А просто обращались к вашему слуге с оскорблениями. Не отвечая на вопрос. Но давайте пойдемте дальше. Перейдемте теперь к некогда мною достаточно уважаемому армянскому... Да, армянскому. Блогеру Саркису Асатриану. Саркис Лайв. Так многие из моих зрителей могут его знать на просторах интернета. В частности, ютюба. Не так давно он записал видео, на которое ваш слуга обратил внимание. Это в отношении сказок. Я не буду его сейчас включать, потому что как только я его включаю, он тут же жалуется в ютюб. Но тем не менее, у меня осталось это видео, хотя с ютюба оно было удалено, с моего канала в ютюбе. Оно осталось в тиктоке. Пускай он теперь жалуется в тикток. Где я просто сделал определенную вырезку. Из данного видео. Пускай он попробует это опровергнуть, а не жаловаться, как это любят делать наши армянские оппоненты. Они не стараются ответить на свои же слова, тире за свои же слова. А они просто начинают жаловаться. В частности, ваш слуга сегодня на его канале, в момент проведения Саркисом, прямого эфира, задал ему вопрос. Нет, я не буду сейчас включать данный прямой эфир, потому что он тут же может пожаловаться в неочередной раз. Я уже понимаю, кто он такой. Я скажу словами из фильма. Сдается мне, батенька, что вы стукачок. Надеюсь, он помнит слова, из какого фильма я взял. И вот здесь ваш слуга задал ему вопрос касательно того, что почему он не отвечает на письмо, которое ваш слуга написал ему в отношении того, что зачем он пожаловался. В связи с тем, что я использовал фрагмент из его же прямой речи. Я не буду, опять-таки, запускать данный прямой эфир, но он ответил, что я, оказывается, переначал смысл его слов. Вы можете проверить, дорогие мои, насколько я его переначал. Вот ссылка на видео с его канала. И вот ссылка на фрагмент из его же речи, которая сохранилась в ТикТоке. Вы сможете прослушать оба эти момента и вывести свое независимое решение. Так, исказил ли я его слова? Или он сказал то, что он сказал? И последнее. Последняя, кавычка, героиня данного видео будет являться ведьмина изба, прошу прощения. Ведьмина изба заговорила о том, что оказывается идею современного перевоплощения идеи западной Армении перезапустили, оказывается, турки. То есть идею претензий к Турции запустили сами же турки. Зачем Турции это надо? Тем более, они прекрасно знают, что за спиной Армении маячит Франция, которая, мягко говоря, не является другом Турции. Греция, которая, да, имеет зуб на Армению, но в большей степени имеет зуб на Турцию. Иран, который тоже рад был бы подпортить кровь Турции. Я уж не говорю про Соединенные Штаты и про определенные силы в России. Зачем Турции давать даже малейшей козырь? Я хочу напомнить данной, в кавычках, мадам, что за идеей вообще западной Армении стояла как раз-таки Россия. Ну, организация Дашнаков создавалась в Тифлисе, который уже на тот момент был частью Российской империи. А с другой стороны, Антантой, во времена Первой мировой войны, партия Генчак, которые, кстати, потом стали резать друг друга в Ливане. Это событие, в общем-то, никто не скрывает, когда Дашнаки резали генчаковцев, даже детей, женщин и стариков, своих же армян. Почему-то об этом ведьмина изба молчит. Как-то так, дорогие друзья. Надеюсь, я вам всем ответил, показал истинные лица некоторых персонажей. Всем до свидания. Всегда ваш Сидов Ямран. Удачи. Удачи, дорогие друзья. Удачи. До свидания. Продолжение следует...